Приветствую всех дорогие друзья. В этом видео давайте разберемся с инженерными образцами Rocket Lake от Intel. Посмотрим как Epic Games Store просто так нагружает процессоры и узнаем в каком положении нужно держать PlayStation 5. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас, но перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И с вашего позволения я начну с довольно скандальной новости про магазин Epic Games. На днях пользователи игрового магазина выяснили, что приложение создаёт неоправданно высокую нагрузку на центральный процессор в фоновом режиме, особенно на процессорах Ryzen. На реддите один пользователь заметил, что температура простоя его Ryzen 7 5800X упала с 50 градусов до 37, когда он выгрузил приложение из активных процессов. Его слова подтвердили и владельцы процессоров Ryzen 9 5900X, где было замечено снижение температуры на 20 градусов. На Ryzen 5 2600 температура снижалась на 11 градусов, а на Ryzen 5 1600 примерно на 10. На данный момент нет решения этой проблемы, кроме принудительного закрытия клиента. Можно воспользоваться небольшим лайфхаком и связать Epic Games с GOG Galaxy, в котором есть функция для автоматического закрытия оригинальных лаунчеров после завершения игры. Также выяснилось, что клиент отправляет в 14 раз больше данных, чем Steam и Nvidia Experience, работая в фоновом режиме. Но есть и относительно хорошая новость. Исполняемый файл загружает в 30 раз больше данных, чем отправляет. Из всего этого можно сделать вывод, что приложение плохо оптимизировано и требует внимания со стороны разработчиков. Как мы знаем, Epic Games Store славится своими бесплатными раздачами игр, но после таких ситуаций невольно вспоминаешь про бесплатный сыр в мышеловке. Тем временем компания Biostar решила не дожидаться официального анонса процессоров Intel Rocket Lake и уже сейчас объявила о поддержке материнскими платами на чипсетах Z490. Вендор даже подготовил специальный рекламный баннер, опубликованный в социальных сетях. На нем позируют модели Z490 GTA, GTA EVO, GTN и две платы Silver. В то же время ASRock упоминает поддержку Rocket Lake в описании некоторых плат с наборами логики H470, W480 и Z490. Но конечно же для установки нового процессора потребуется предварительно обновить BIOS. И судя по всему, со временем все платы получат поддержку, но будут ли они поддерживать PCI Express 4.0 пока остаётся неизвестно. А на китайской площадке Bilibili просочились новые фотографии и информация об инженерных образцах Rocket Lake S. Это уже образцы второго поколения, выпущенные примерно через месяц после первой партии. Образцы ES1 появились в июне, а ES2 были отправлены примерно в августе. Новая утечка объясняет различия между ними и проливает цвет на конечную производительность. Образец с приставкой QVYE это чип Core i9-11900 без суффикса K. Он имеет ограничение мощности PL1 на уровне 65 Вт, а PL2 с отметкой 224 Вт. Этот образец предлагает интерфейс PCI Express 4, новую графику XE, а также поддерживает профили XMP, которые по умолчанию работают на частоте 3200 МГц. Базовая тактовая частота составляет 1,8 ГГц, но в режиме Turbo все ядра могут повышать частоту до 4 ГГц, а при нагрузке на одно ядро до 4,5 ГГц. Конечно, это не окончательные характеристики процессора, но по словам источника, образец уже в этом состоянии предлагает производительность, сопоставимую с Core i9-9900K или i7-10700K. Второй процессор, о котором просочилась информация это QV1K или просто вторая модификация Intel Core i7-11700K. Он имеет PL1 в 125 Вт, а PL2 на уровне 250 Вт. Его базовая частота составляет 3,4 ГГц, до 4,3 ГГц в режиме Turbo и 4,8 ГГц при нагрузке на одно ядро. Этот образец также поддерживает PCI Express 4 и XMP с частотой 3200. А вот образец QV1J, который был первой модификацией Intel Core i7-11700, не поддерживал PCI Express 4 и 0, в отличие от образцов Engineering Sample 2. Информатор также поделился некоторыми подробностями об интегрированной графике XE в свежих образцах процессоров. Текущий драйвер уже поддерживает четыре разные вариации встроенной графики на основе архитектуры XELP. Все они отображаются как UHD Graphics, но также ускорители упоминаются как XE32EU, XE24EU, UHD 630 и UHD 610. Неясно, каковы будут маркетинговые названия, но явно будут предусмотрены варианты с разным количеством вычислительных блоков. Сами процессоры должны представить уже в январе, а на полках магазинов они окажутся в марте. А буквально недавно глава PlayStation Worldwide Studios опубликовал забавное видео о том, как его коту понравилась игра Bugsnax. На нем многие люди заметили, что руководитель держит свою PlayStation 5 в горизонтальном положении. Когда они начали шутить над тем, что высокопоставленный руководитель неправильно пользуется PS5, что было видно по расположению дисковода, он удалил ролик, а затем загрузил его обрезанную версию. На ней уже не было видно консоли, однако по сети успели расползтись фотографии. Но теперь выяснилось, что он ничего не перепутал и PlayStation 5 была установлена в таком положении специально. Один пользователь рассказал, что через две недели после приобретения PS5 он начал слышать дребезжание вентилятора, с которым кстати сталкиваются многие. Игрок открыл консоль и проверил, не попала ли на лопасти наклейка, которая крепит провод внутри приставки к корпусу. У многих людей она отклеивалась и создавала шум, но разобрав консоль он ничего не нашел и решил установить PS5 в таком же горизонтальном положении. На удивление это сработало и вентилятор перестал дребезжать. Из всей этой истории напрашивается вывод, что глава студии PlayStation тоже столкнулся с проблемой с шумной системой охлаждения. И он первым понял, что установка в горизонтальном перевёрнутом положении поможет устранить этот шум. Такая история отсылает прямо во времена PS1, когда консоль ставили по диагонали для улучшения чтения дисков. А компания AeroCool анонсировала универсальный процессорный охладитель Silent 4F White, рассчитанный на икровые настольные компьютеры. Изделие способно справиться с отводом в 145 Вт тепла. Новинка получила белоснежное исполнение, а вентилятор и кожух снабжены многоцветной, адресуемой подсветкой, контролировать работу которой можно через материнскую плату. Сама башня имеет алюминиевый радиатор и четыре теплотрубки, а 120 мм вентилятор может работать на скорости в диапазоне от 800 до 1800 оборотов в минуту. Её возможно будет установить во все современные платформы Intel и AMD, а цена пока что неизвестна. Тем временем в мобильном лагере продолжается дефицит зарядных устройств. Исполнительный директор Xiaomi уже подтвердил, что будущий флагман Mi 11 не будет включать в комплекте зарядное устройство, а ограничится лишь зарядным кабелем USB-C. Вслед за Apple глава китайской компании объясняет этот шаг заботой об окружающей среде, а поскольку в комплекте нет зарядного устройства, толщина коробки тоже стала существенно меньше. Руководитель добавил, что прекрасно понимает, что решение может быть не понято некоторыми пользователями или даже подвергнуто критике. Но он считает, что пока нет более эффективного компромисса между промышленными практиками и защитой окружающей среды. Сам же Mi 11 будет поставляться с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, звуком от Harman Kardon, поддержкой Wi-Fi 6E, а по последним утечкам он станет первым телефоном на базе 5-нанометровой мобильной платформы Snapdragon 888. Также ожидается, что он будет оснащен перфорированным экраном AMOLED, причем у Mi 11 Pro будет изогнутый экран QHD Plus и основная камера на 108 Мп. Сам запуск ожидается уже 28 декабря, но ожидается без зарядки. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья.